Самарянка говорит, что у меня было пять мужей. Не сразу было пять мужей, естественно. Она встретила очень хорошего человека, вышла замуж, была счастлива. Но по некоторой причине они развелись. Она жила со вторым мужем, снова развелась. С вторым мужем развелась. И с третьим мужем она, пожалуй, развелась. И пока время шло, она получила огромное страдание на сердце. Знаете, Библия очень интересна. Иисус был у колодца у Самарии. Женщина пришла для того, чтобы почерпнуть воды. Иисус просит у нее «Дай мне воды». Между Иисусом и самарядки начинается диалог. Иисус попросил «Дай мне воды». Женщина посмотрела на Иисуса и задает вопрос. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Так начинается диалог между Иисусом и этой женщиной. Диалог между мужчиной и девушкой. Беседа между жаждувшим и имеющим воду. И чем глубже погружается в беседу, тем глубже мы можем увидеть мир души человека. Иисус сказал, Он говорит, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «Дай мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Эта женщина подумала, «Так если Он может дать мне воду живую, зачем у меня просить воду?» Вот что она подумала. Она говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил?» «И дети его, и скот его». Иисус сказал ей, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а пьющий воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды живой». Эта женщина услышала удивительные слова от Иисуса. О чем же мы сегодня говорим? Если бы она была бы такой, как все, она бы сказала, «Ой, у вас такая интересная шутка». «Но где есть вода, от которой ты один раз ты выпьешь, не будешь жаждать вовек?» «Быть такого не может». Давайте сравним Никодима и самарианку. Когда Иисус сказал Никодиму, что нужно родиться свыше, тогда он не мог понять эти слова и сказал, что такого быть не может. «А у нее же какое было сердце?» «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Казалось бы, слова Иисуса кажутся невозможными. Но самарианка сказала, «Господи, дай мне той воды, чтобы мне не приходить почерпать воду». Беседа начинается с воды и погружается постепенно все глубже и глубже. Знаете, я принял Иисуса Христа в мое сердце, и теперь я говорю об Иисусе. «Кого бы я не встретил». Допустим, есть человек, положительный настроен и негативный. Такие люди, как Никодим, скажут, «Ну как можно родиться свыше? Ну такого быть не может». Если бы Иисус сказал, кто будет пить воду, которую я дам ему, то не будет жаждать вовек, тогда бы Никодим подумал, как такое возможно? Разве появится тогда кран внутри? Однако эта самарианка полностью отличалась. Она говорит, «Дай мне этой воды, чтобы не приходить почерпать воду снова». Говорят, что она пять раз поменяла своих мужей. И теперь живет шестым. И он не был истинным мужем для нее. Иисус становится мужем ее сердца. Об этом нам говорит Библия. «Если вы послушаете, что говорит эта женщина Иисусу, она вышла замуж за первого мужа, пожила, потом развелась. С большими ожиданиями вышла второй раз, но снова развелась. И когда человек разводится пять раз, у нее на сердце появилось очень много ран, и она расстроилась в человеке. И она подумала, что же со мной произошло, что я должен был поменять пять раз мужа». Корейцы бы сказали, «Вот, меня не везет с мужьями». Все женщины, которые хуже, чем я, хорошо выходят замуж, живут хорошо. «А мне так не везет с мужьями». Она, может, подумала, «Вот, если возможно, я бы хотел дожить до конца с первым мужем». «Я хотел терпеть этого мужа». Но от жизни она получила множество страданий. И в ее сердце образовался такой мир, который уже может общаться с Иисусом Христом. Однажды на горе Тедок проходила конференция. Это было десять лет назад. С утра до вечера мы слушаем слово, поэтому после обеда я стараюсь заниматься спортом. Я уже в возрасте, поэтому я не могу заниматься резкими видами спорта, поэтому я занимаюсь играми с мячом, играю в корейский квадрат. Но одна женщина подошла ко мне. Она сказала, «Пастор, я привела с собой свою родственницу, вы бы не могли бы пообщаться?» Но я же не могу ей сказать, «Нет, не могу». Хотя хотел заниматься даже спортом, но все-таки я же пастор, поэтому я пошел за ней. На конференцию приехала мать с дочерью. Дочери, по-моему, было где-то 23, и она умирала из-за болезни туберкулез. Туберкулез распространяется воздушным способом. Но сегодня есть очень хорошие препараты от туберкулеза. Двух-трех дней достаточно, чтобы вылечить эту болезнь. Но проблема происходит тогда, когда ты, например, прекращаешь принимать лекарства, думая, что ты уже выздоровел. Но если у этого человека остаются бактерии, которые не умерли, то поскольку эти бактерии уже иммунитет против лекарства, когда микробактерий получал атаку от лекарства и потом вышел, то больше не остается способа, который можно вылечить этого человека. И ты умираешь от болезни туберкулез. На конференцию приехала мать с дочерью, и их семья была именно из такой семьи. Из-за туберкулеза они потеряли главу семьи. Мать, она должна была отрезать часть легких. А дочь умирала из-за болезни. Она весила 53 килограмма, а потом 51, 48, и весь все падал и падал. Когда я встретился с этой девушкой, тогда она весила 25 килограммов. Знаете, мы сели друг против друга и начали общаться. Родственница всем сердцем хочет помочь им выздороветь. Однако они же думали, если я поверю в Иисуса, смогу ли выздороветь? Но я начал общаться с ними. Но, к сожалению, молодая девушка была не заинтересована словом. Я не смог полностью рассказать, что хотел. И мы договорились, что встретимся в следующий раз. И закончили общаться. На следующий день я пришел к ним, чтобы общаться. Но их уже не было в комнате. Сказали, что они уехали домой. У меня не было их контактов. Не было адреса. И мне было очень обидно. Я подумал, если бы эта девушка поверила бы в Иисуса. Если бы Иисус помиловал бы ее. Но ничем не мог я помочь ей. Время шло. Может, пять месяцев прошло. Мне позвонила мама этой девушки. Пастор, скажите, пожалуйста, у вас завтра будет время? Я сказал, да, с трех до четырех у меня будет время. И эта женщина с дочерью приехали ко мне. И я начал общаться с нею. Девушку звали Нам Ми Сон. Ми Сон. Ты когда-нибудь слышал о том, что по вере в Иисуса, исцелились от болезни люди. Но эти слова так начали раздражать эту девушку. Она сказала, и какое это дело имеет ко мне? Знаете, всегда, когда я передаю слово, я говорю очень громко. Но когда ко мне так относятся, я не знаю, как себя вести. Я не знал, что ей говорить. Но я же не могу сказать ей, выходи отсюда. Ведь эта девушка ко мне приехала не просто так. Ведь она любой момент может потерять свою жизнь. В тот день я подумал, неужели я такой неспособный человек? Было бы хорошо, если бы я мог хорошо рассказать ей слово. Но я стал человеком, который ничего не может сделать. Я и так, и сяк пробовал, но не смог ничего ей объяснить. И она меня не слушала. И время как-то прошло, и мы расстались. Всегда, когда я передавал Евангелие, я говорил очень громко и уверенно. Мне было очень обидно, что эта девушка проделала такой длинный путь, чтобы пообщаться со мной, но ничего не получилось. Немножко остался досадок на сердце. Я понял, что я такой слабый, недостойный человек. Но в то же время я не мог на нее кричать, ругать. Я думал, интересно, как другие служители поступают в такой ситуации? Мне хотелось учиться. Может, прошло 10 дней. Снова у меня зазвенел телефон. У меня спросили, пастор, у вас есть завтра время? Я сказал, да, конечно. Приезжайте в такое-то время. Они приехали снова. И я начал уже переживать. Как мне нужно себя вести? Что нужно сделать, чтобы помочь ее сердцу, чтобы она услышала слово? Мы сели друг против друга. Села мама этой девушки. Она села. И я сел напротив них. Я использовал все мои умения, чтобы понравиться ей. Все, что можно, я сделал. Я сказал, мисс Он, ты, наверное, устала. Давай я немного буду говорить. Дай, пожалуйста, полчаса мне. Я очень быстро все расскажу. И ты, пожалуйста, послушай только главные вещи. Всем сердцем. Потому что я понимал, что если мы сейчас разойдемся, мы больше никогда не увидимся. Понимаете, да, какая ситуация? Конечно, пасторам нельзя так себя вести. Но не всегда пастора делают все правильно. Иногда бывает, что пастор ошибается делать не так, как нужно. Но я подумал, если я упущу эту девушку, то больше не будет возможности, поэтому я сделал все, что я могу. Я смотрел, какая у нее реакция, что бы ей понравилось. Я говорил, передавал ей Евангелие. И пока я пытался объяснить на доступном ей языке, прошел час. И потом я подумал, ну, слава Богу, все рассказал. Теперь хотел услышать ее реакцию. Я целый час ей говорил Евангелие. Интересно, как внимательно же она меня слушала? И поэтому я спросил у нее. Мисон, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что я тебе рассказал? У тебя появляется вера? Она сказала, да, я верю. Знаете, я не мог поверить, что она поверила. Я подумал, как это ты поверила? Ты же так противилась! Но она говорит, теперь я верю. Мне казалось, что-то здесь не так. Я спросил у мамы, Мисон. А скажите, пожалуйста, женщина, вы тоже в это верите? Я боялся второй раз спросить у Мисон, потому что, а вдруг она начнет злиться, и ничего не получится. И поэтому я никак не мог второй раз спросить у Мисон. Поэтому я спросил у ее мамы, а вы верите в это слово? Она сказала, да, пастор, ведь теперь у нас нет наших грехов. Когда я это услышал, я понял, что действительно слово попало в ее сердце. Мне казалось, что такое никогда не произойдет. Мама Мисон начала рассказывать свою историю. Пастор, несколько дней назад я была в больнице с дочерью. После того, как она лечилась, мы выходили из больницы. Но врач попросил, чтобы я осталась. Я зашла в кабинет врача. Что же сказал врач? Мама Мисон, у нас есть к вам просьба. Пожалуйста, больше не приезжайте в больницу. Потому что мы ничем не можем помочь вашей дочери. И нам тяжело притворяться, что мы помогаем вашей дочери, что мы лечим ее. Потому что сейчас никакое лекарство уже не помогает ей. Было бы хорошо, если хотя бы было одно, чем могли бы мы помочь вам. Но мы всего лишь притворяемся, что помогаем. И уже устали притворяться. Пожалуйста, больше не приезжайте в больницу. У нас нет лекарства. И нет способа, чтобы помочь вашей дочери. Пожалуйста, не приезжайте в больницу. Мама Мисон сказала, хорошо, я все поняла. Она вышла из больницы. Она привезла дочь домой. А затем она вышла одна из дома. Шел дождь. Она шла под дождем и шла по центру города. Теперь одно ждет дочь. Смерть. И она понимает, что нет другого способа. Когда ходила в больницу, хоть какая-то была надежда. А теперь она должна встретить смерть своей дочери. Ей было очень печально. Идя под дождем, она плакала и плакала, и продолжала идти по улице. Мама говорила, Мисон, если ты уйдешь, как я смогу остаться? Однако не было способа, который может спасти дочь. И пока я слышал, даже у меня наворачивались слезы. Мама Мисон, она шла по улице в слезах, под дождем. И целый обед она шла. И к вечеру она подумала, нужно возвращаться домой. Пока шла домой, потом она вспомнила одно. Она вспомнила свою знакомую гадалку. Может, у гадалки есть какой-то способ? И она приехала к гадалке и сказала, пожалуйста, скажи мне, как я могу спасти дочь? Все, что ты скажешь, я сделаю. Если этим я смогу спасти дочь, я готова отдать свою жизнь за нее. Научи меня, как я могу спасти свою дочь. Тогда гадалка улыбнулась и сказала, есть два способа спасти твою дочь. Мама была очень радостна и сказала, какой же способ? Скажи! Пожалуйста, подскажи мне! Гадалка сказала. Женщина, нужно провести большой обряд предка. Ну, что может другой посоветовать гадалка? Она сказала, ваша дочь Мисон должна принять богов. Если ваша дочь станет гадалкой, тогда она сможет выжить. Мама Мисон подумала, да, если моя дочь станет даже шаманкой, я хочу спасти ее. Но с другой стороны, чтобы моя дочь стала шаманкой, как же не хочется, чтобы так произошло? С одной стороны, надо спасти дочь. Но в то же время, как ты можешь сделать, чтобы дочь стала шаманкой? Но если нет другого способа, не знаю, поможет это или нет, но все-таки не хочется делать дочь шаманкой. И поэтому мама Мисон задала вопрос. Вот вы сказали, что есть два способа. Совершенно верно. Один способ — это стать шаманкой. А второй? Какой способ? Эта гадалка улыбнулась. И знаете, что она сказала ей? Нужно верить в Иисуса. Хотя эта женщина тоже не хотела верить в Иисуса, но подумала, это лучше, чем стать шаманкой. Лучше поверить в Иисуса. И ради дочери мать Мисон решила поверить в Иисуса. Хорошо, я буду верить в Иисуса. Лучше верить в Иисуса. Потому что если я буду верить в Иисуса, тогда наша дочь сможет спастись. Затем она вернулась домой. Мисон спала. Она взяла руку Мисон и начала молиться перед Богом, Господь. Она боялась, что если Мисон проснется, она начнет злиться. Поэтому про себя молилась. Пожалуйста, Господь, спаси мою дочь. Я хочу верить в Тебя. Пожалуйста, спаси мою дочь. На следующий день мама сказала Мисону. Мисон. Да, мама. Дочь, я хочу тебе кое-что сказать. Да, мама, что же ты хочешь сказать? Мисон, говорят, что если ты примешь богов и станешь шаманкой, ты сможешь спастись. Но Мисон посмотрела на мать и сказала, Мама, ты говоришь, чтобы я стала шаманкой? Но я не хочу становиться шаманкой. Мне страшно становиться шаманкой. Сердце матери разрывалось от слов дочери. И мама сказала, Да, дочь, я знал, что тебе это не понравится. Но что ты поделаешь? Ты сможешь спастись, когда станешь только шаманкой. Иначе тебе нужно будет поверить в Иисуса. Но ты же так не любишь Иисуса. Поэтому надо становиться шаманкой. Мисон сказала, нет, мама. Почему это? Я лучше... Мама, мама, давай я лучше стану верующим в Иисуса. Я не хочу становиться шаманкой. Пожалуйста, я не хочу. Мне страшно. Я лучше буду верить в Иисуса. Если вы будете передавать Евангелие, люди, вы сможете увидеть, как Господь Бог ведет людей к себе. И мать Мисона не была заинтересована Иисусом. И Мисон очень не хотела верить в Иисуса. Но в тот день Мисон сказала, Мама, я не хочу становиться шаманкой. Я хочу поверить в Иисуса. Я лучше буду верить в Иисуса. Я лучше буду верить в Иисуса, мать. И так они приехали ко мне. Я же не знаю всего, что произошло. Я боялся, не знаю, как себя вести. И когда я передал Евангелие, Мисон сказала, что она верит в это слово. Мне не верилось, что Мисон поверила. Я сказал, мама, Мисон, вы тоже верите? Да, пастор, ведь мои грехи прощены. И после этого она рассказала обо всем, что произошло у них. Я сказал, господи, это ты действовал. Не мы евангелизируем. А Бог ведет нас. Бог, ты возлюбил этих людей. В тот день Мисон получила спасение. Я до сих пор не могу забыть тот день. Я не могу забыть их. Знаете, недавно я позвонил маме Мисон. Мы всего лишь немножко побеседовали. Мама Мисон сказала, что она за рулем сейчас. Поэтому я сказал, хорошо, тогда я не буду долго разговаривать. И я сказал, что я в следующий раз вам позвоню. После нашего общения Мисон начала поправляться. Она перестала принимать лекарства от туберкулеза. Потому что все равно оно не действует на нее. Говорят, лекарство от туберкулеза очень сильно влияет на желудок. Но когда она перестала принимать лекарства, она начала поправляться. И однажды мы проводили мероприятие в университете Чунгнам. И после мероприятия я выходил боковым дверем. И меня там ждали мать и Мисон. И мы начали общаться с мамой Мисон и с Мисон. И я говорю, Мисон хорошо выглядит. Я сказал, мама Мисон, как вы поживаете? Она сказала, знаете, от наших предков мы получили большое имущество. И мы не расширяли наше имущество, не уменьшали, живем хорошо. Я сказал, а вы покупайте вкусненького для Мисон. Тогда мама Мисон сказала, ой, пастор, она и так уже хорошо слишком ест. Тогда Мисон сказал, ну мама, какая разница, все равно все хорошо переваривается. Она с того дня перестала принимать лекарства от туберкулеза. Это лекарство очень плохо воздействует на желудок. Но когда перестала принимать, она начала поправляться. Она была счастлива. Но мы не жили в одном городе. Прошло много времени. Однажды мне сообщили, что Мисон начала поправляться, что хорошо выглядела. Но она пошла к Господу Богу. Вчера, когда я разговаривал с мамой Мисон, мы не могли о многом поговорить. Насколько мне известно, она сейчас не ходит в церковь. Когда я вижу подобные вещи, многие люди сегодня живут в этом мире. Мы хотим следовать за способом, который нам кажется хорошим. «Знаете, мне было очень жалко, если бы она жила рядом с церковью нашей, если бы у них появилась вера...» Вы знаете, Мисон настолько поправилась, что начал ходить в школу снова. И я слышал, что она очень хорошо жила. Но если бы кто-то наставил их духовную жизнь после этого... Но поскольку они не жили в том городе, где я жил, и они не ходили в нашу церковь, поэтому я забыл о них... Я не могу забыть то светлое лицо Мисона, которое у нее появилось после того, как она начала поправляться. И у Иисуса Христа, у Господа, есть сила, которая может вести Мисон к вере. Но также у дьявола есть сила, которая хочет обостить людей, которые следуют за Иисуса. И война происходит в сердце человека. Используя плотские желания, дьявол ведет нас. Когда мы приобретаем Господа Бога, когда Господь Бог становится нашим хозяином, когда мы слушаем Богу, мы начинаем ходить в церковь, слушаем Слово, говорим о Слове друг с другом. «Ой, пастор, это слово очень сильно осталось в моем сердце». Когда вера образуется в церкви, заканчиваем университет, выходим на жамуш, рождаются дети. Для того, чтобы вести такую драгоценную жизнь, я видел, как Иисус Христос ведет каждого человека. Они были не те люди, которые могли получить спасение. Это были люди, которые ненавидели Иисуса. Те люди, которые в открытую говорили, что они не хотят верить в Иисуса. Однако Господь Бог поменял их сердца и спас их. Но хотя многие люди пришли к Иисусу, Сатана не издается. Сатана делает все, чтобы увести нас от церкви. Люди, которые после спасения радовались, веселились и думали только об Иисусе, постепенно отдаляются от церкви. Они душой отходят от церкви. Для них собрание становится незначительным, занятость своей жизнью. Сатана, используя мудрость, которого нет у нас, препятствует у нас на пути, чтобы мы не могли с Иисусом идти вместе сдержать за руки. В этот раз я давал интервью для телекомпаний из Фиджи. Они попросили, чтобы я объяснил слово, которое написано 1 Йоанном, 1 глава 9 стих. 1 Йоанна, 1 глава 9 стих. Говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Многие церкви сегодня открывают это слово и учат, что если исповедуем грехи наши, тогда Он просит все наши грехи. Я не говорю, что это слово неправильно, но это часть одного слова. Когда я давал интервью, я попытался им так объяснить. Если мы посмотрим Левит 4 главу, рассказывается о жертве всесожжении. В 4 главе 27 стихе написано, как наш грех очищается. «Если кто-то из жителей народа согрешил перед Господом Богом и узнан будет грех им, когда узнан будет грех, пусть приведет Он жертву козла без порука и возложит руку свою на голого козла и заколит его на месте, где заколает всесожжение перед Господом. И священник перстон своим берет кровь и мажет на рогах жертвенника, а остальной кровь его выльет к подножию жертвенника. И затем, что должен сделать? Весь туг его сожжет на жертвеннике, подобно как туг жертвенника мирной, и так очистит его священник от грехов. И прощено будет ему. Когда мы читаем Библию, здесь подробно рассказывается, как можно очистить грех. И человек, которым будет узнан грех его, даже если будет грех узнан, даже если он попросит прощения, это не значит, что грех будет прощен. Для того, чтобы получить прощение грехов, сначала ты должен согрешить, и затем ты должен узнать, что ты грешник. И тогда у него появляются права принести жертву за грех. Затем, что мы должны сделать? Нужно принести в жертву козла, передать грехи жертве, потом заколать жертву и кровь его мажет на рогах жертвенника, а тук его сжигают на жертвенники. Через такой процесс очищается грех человека. Когда мы читаем 1 Йоанна 1 главу 9 стих, написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правильно просит нам наши грехи. Да, я не говорю, что это неправильно. Это правильное слово. Но если мы говорим, что грех упрощается потому, что мы покарились, тогда неправильно. Когда мы узнаем свой грех, Возместить за грех смерть. Если мы не заплатим смерть, тогда невозможно очистить грех. И чтобы очистить совершенным образом наш грех, Иисус должен был умереть на кресте. Если можно было просто узнать свой грех и потом исповедоваться, чтобы очистить свой грех, тогда зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Тогда грех очищается кровью Иисуса Христа или же когда мы покаемся? Не исповедование. Если мы точно говорим, что кровь Иисуса очищает, а не исповедь очищает наш грех. Да и все почти по закону очищается кровью. К Евреям в 9 главе 22 стихе написано об этом. И в этом стихе написано, без пролития крови не бывает прощения. То, что очищает наш грех, это кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте за нас. Иисус Христос для нашего прощения, Он очистил свою кровь. Но когда я просто узнаю свой грех, исповедую грех, когда мы признаемся перед Богом, что мы грешники, но свободу от греха мы приобретаем тогда, когда верим, что Иисус Христос уже очистил свою кровь за наш грех. И когда мне задали этот вопрос, я очень подробно объяснил телекомпанию из Фиджи, за что я был благодарен. Когда человек верит только одну сторону в Библию, тут есть проблема. Если мы знаем весь процесс прощения греха, во-первых, человек должен согрешить, чтобы появилось условие, чтобы он мог получить прощение грехов. Второе, ты должен узнать свой грех, что ты грешник. И поэтому закон был дан для того, чтобы мы узнали, что мы грешники. Когда мы начинаем ходить в церковь, мы должны узнать, что мы грешники. Потом узнать свой, исповедовать их, и прощение же получаем. Узнать свой грех и исповедовать – это часть. А то, что очищает наш грех – это кровь Иисуса Христа. И поскольку Иисус уже пролил свою кровь на кресте, поэтому, когда я осознаю, что я грешник, когда я исповедую свой грех, и тогда, когда я верю, что кровь Иисуса Христа уже очистила мой грех, тогда совершается совершенное спасение. Сегодня многие люди ходят в церковь и просят, чтобы Бог просил их грехи. Но многие люди не знают, что кровь Иисуса Христа уже очистила мой грех. Устами говорят, что Иисус умер за меня. Говорят, что Он пролил кровь за меня. Но если кровь Иисуса Христа была пролита за меня, то уже сто процентов все мои грехи прощены. Если Иисус умер на кресте, а у меня остался грех, тогда можно сказать, что Иисус провалил свою миссию на кресте. Но Иисус ни в коем случае не проводил свое дело. Он совершенным образом очистил наш грех. Неважно, вы знаете об этом или не знаете, Он очистил наш грех белее снега. И когда мы это принимаем верой, тогда у нас получается спасение. А, Иисус очистил мой грех. Я стал совершенным. Я получил спасение. Мы должны верой принять это. Но сегодня многие церкви просто просят прощения у Бога. И сегодня, и завтра. Каждый раз, когда отпускают голову, просят, чтобы Бог просил их грехи. Мы не должны просить, чтобы Бог просил наши грехи. Мы исповедовали, что мы были грешниками. Господь Бог, я признаюсь, что я злой человек. Осознать свой грех. Но следующее, что нужно за этим. Иисус умер на кресте. Хотя я не знал. Но теперь я знаю, что Его кровь очистила меня от моих грехов. Белее снега. Когда у нас сформируется такая вера, наконец-то мы можем принять это спасение как мое спасение. Сегодня многие люди ходят в церковь. Они говорят, что Бог просил мои грехи. Но в то же время говорят, что они грешники. Поэтому возникает проблема. Говоря о том, что Иисус Христос умер на кресте за мой грех. Но если продолжаем говорить, что мы грешники. Что значит я грешник? Это значит, что мой грех еще не прощен. Но Иисус очистил мой грех. Когда мы начинаем говорить так, мы сможем говорить эти слова только тогда, когда станем праведными. Аминь. Аминь. Поэтому Библия говорит нам. Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус Христос, Он оправдал нас. 1 Коринфянам 6 главе. 1 Коринфянам 6 главе. А в 11 стихе написано, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». «Мы тоже совершили подобный грех, но именем Иисуса Христа мы стали святыми, мы стали чистыми». Это так интересно. «Вы согрешили, но омылись». Есть слова «но», «но», «но». «Но», на английском «бат». Это не говорится о чем-то другом. «Ты согрешил, но...» «Хотя ты согрешил...» «Хотя ты совершил зло, но...» «Ты обманывал...» «Ты был лихоимцем...» «Ты был злоречивым...» «Ты совершил такой и такой грех, но...» «Ты очистил...» «Но...» «Ты освящен...» «Но...» «Ты оправдан...» «Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Но сегодня многих людей дьявол связал под грехом. Люди ходят в церковь и говорят... «Господь, я грешник...» «Прости, пожалуйста, мои грехи...» «Они не верят в кровь Иисуса Христа...» «Библия очень ясно говорит нам...» «Что вы согрешили...» «Да, вы согрешили грех...» «Но эти грехи омыты...» «Вы святы...» «Вы оправданы...» «Мы должны верить именно в такое слово...» «Это есть результат Христа Христова...» «Когда Иисус умирал на кресте...» «Если мы продолжаем оставаться грешниками...» «Значит, Иисус провалил свое дело на кресте...» «Очень больно на сердце...» «Когда я вижу, как многие церкви сегодня учат так...» «Из-за того, что мы говорим, что мы оправданы...» «Что мы омыты...» «Однажды в Домниканской республике я передавал слово...» «И что же я им сказал?» «Я сказал, что я праведник...» «Тогда многие пастора спросили...» «Пастор, у нас есть вопрос! У нас есть вопрос!» «Вы разве никогда не обманывали? Вы разве никогда плохого не делали?» «Начали задавать разные вопросы...» «Я им сказал в ответ...» «Знаете, я очень много воровал...» «Я многократно обманывал...» «Тогда пастор, вы же грешник...» «Как вы можете сказать, что вы праведник...» «Я сказал им...» «Бог говорит, что я праведник...» «Прочитайте Кремлинам 3 глава 23 стих...» «Все согрешили и лишены славой Божией...» «Получая оправдание даром по благодати Божией...» «Искуплением во Христе Иисусе...» «Какое еще может быть яснее слово?» «Я согрешил...» «Но искуплением во Христе Иисусе...» «Когда я получил по благодати...» «Оказывается, на Крисе все мои грехи были уже прощены...» «Бог говорит, что ты омыт...» «Ты спят...» «Ты оправдан, говорит Бог...» «Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я праведник...» «Если Он говорит, что я освящен, значит, я освящен...» «Значит, я омыт...» «Разве не так?» «Пастора затихли...» «Потом сказали, аминь!» «Все вдруг подбежали к кафедре...» «Я подумал, почему они прибежали ко мне?» «Потом начал говорить, что я отец их...» «Попросили, чтобы я подписал их книги...» «Сфотографироваться с ними...» «Это было удивительное время...» «Я был так благодарен Богу...» «Господь Бог дал тысячи благословений, чтобы я передавал Евангелие...» «Сейчас через телерадиокомпании...» «Через интернет...» «Тридцать лет тому назад мы начали миссию в интернете...» «Для тех, которые не могут прийти по какой-то причине в церковь в воскресенье...» «Мы теперь можем трансировать слово, чтобы они могли...» «Сейчас слушать мои слова...» «И это было начато 30 лет тому назад...» «Знаете, Господь Бог не давал нам особой мудрости...» «Он дал свою благодать...» «Он пришел ко мне...» «Пастор, как такое может быть?» «Мы открыли сайт нашей миссии...» «И мы хотели назвать наш сайт именем Good News...» «И мы переживали... «А кто-то может использует уже название Good News...» «Но оказалось, никто не использует...» «И он так радовался, что никто не использует...» «Адрес Good News...» «Затем мы проводили конкурс на английской речи...» «И мы зарегистрировали организацию IYF...» «И государственный служащий пришел в наш офис, чтобы проверить, работаем мы или нет...» «И как раз мы проводили конкурс английской речи...» «И мы снимали это и транслировали в интернете...» «И этот сотрудник, который пришел из мэрии города Тэджон, он тоже планировал в будущем проводить интернет-трансляцию...» «Увидев, как мы работаем, он удивился...» «И спросил, как вы это делаете? Что нужно для этого?» «Можете нам помочь?» «Мы сказали, конечно...» «И подписав договор, мы работали вместе...» «В 2000 году мы начали активно заниматься работой в интернете...» «И Господь Бог удивительным образом допустил, чтобы всем мы могли заниматься...» «По благодати Божией все происходило одно за другим...» «Как будто Бог знал, что будет распространение коронавируса...» «Когда мы проводили пасхальное собрание...» «Мы хотели снять большой стадион, как Хучокскайдон...» «Но из-за пандемии сказали, чтобы не собирались люди в одном месте...» «Поэтому мы начали проводить собрание через интернет, через программу Zoom...» «И мне сказали, что 2 миллиона человек слушали слово рано утром, потом утром и вечером...» «Обычно, когда мы проводили в стадионе, собиралось максимум 20 тысяч человек или 25 тысяч человек...» «А если собиралось 2 миллиона каждый раз, это значит 100 раз людей было больше...» «Я не мог в это поверить...» «Одна сестра нашей церкви вышла свидетельствовать...» «Она переводила мое слово на испанский язык...» «И сказала, что 4 тысячи комментариев было под моим словом, что люди получили спасение...» «И она показала, что 4 тысячи комментариев было под моим словом...» «И только тогда я смог действительно поверить, что 2 миллиона человек заходило, чтобы слушать мое слово...» «Потому что если только на испанском языке, который, говорят, наставили 4 тысячи комментариев...» «Конечно, не все же участники получают спасение...» «И не все люди оставляют ведь комментарии...» «Потому что не все, получив спасение, оставляют комментарии...» «Но я поэтому поверил, что действительно 2 миллиона человек заходили слушать слово...» «Когда мы потом проводили библейский семинар...» «Мы сказали нашим миссионерам, которые служат за границей, чтобы они попросили телерадиокомпании транслировать наше слово...» «На самом деле это очень сложно...» «Вы сами попробуйте при телерадиокомпании попросить трансляцию слова...» «Кто согласится сразу?» «Но...» «К нашему удивлению...» «Многие телерадиокомпании согласились...» «И сначала мне говорили, что 130 миллионов человек будут слушать мое слово...» «Я не мог поверить в эти цифры...» «Но потом сказали 200 тысяч...» «300 миллионов...» «Знаете, каждый раз, каждый раз я удивлялся...» «И в конце эта цифра достигла одного миллиарда...» «И сегодня утро...» «Когда в Корее утро, то в Америке вечер...» «И телекомпании CNL транслировал мое слово...» «Кто-нибудь из вас слушал это слово?» «Поднимите руку...» «Многие из вас тоже слушали это слово...» «Я был очень благодарен...» «Не только в Америке, но и в соседних странах транслируется это слово...» «И многие страны отправляют средства для трансляции моих проповедей...» «Я был за это благодарен...» «Даже в те страны, где нет наших служителей...» «И также телекомпания...» «Телекомпания ТБН попросила, чтобы транслировались мои проповеди в Израиле...» «И я попросил у директора...» «И после записи слова...» «Мы планируем передавать слово для Израиля и других стран...» «Господь Бог, я благодарен Тебе...» «Вокруг меня есть многие мои друзья, которые терпят трудности...» «Есть друзья, которых уже нет на свете...» «Были очень хорошие люди...» «Люди, которые были лучше, чем я...» «Я был самым некрасивым среди друзей...» «Я благодарен, что Бог дал мне передавать слово...» «Вы не представляете, насколько я благодарен Богу...» «И одним сердцем с церковью...» «То, что мы можем служить Евангелию, за это я благодарен Богу...» «Всю славу вознашу Господу Богу...» «Ты ведь это свете мои шалаты...» «То, что мы можем heal harder смотр relatable Indians...» «То, что месяца написала...» «Я не верху...» Продолжение следует...